Итак, 4 августа. В этот день хотелось бы вскользь упомянуть о герцогине Сасакской. Бегло поздравить ее с тем, что она разменяла очередной свой десяток в столь комфортных для нее одной условиях и переключиться на куда более значимую историческую фигуру. 4 августа 1900 года родилась королева Елизавета, королева-мать. Личность поистине выдающаяся, влиятельная и успешная. В отличие от второй нашей именинницы, эта женщина с достоинством и успехом прошла со своим супругом путь от герцогства до правления огромной империей. И, смею напомнить, выходя замуж за принца Альберта, Елизавета, да и никто из монаршей семьи даже и предположить не мог, что этой паре суждено будет стать правителями Британской империи. Еще находясь в статусе герцогини, Елизавета провела ряд публичных выступлений и стала известна как улыбающаяся герцогиня. В 1936 году после отречения короля Эдуарда VIII супруг герцогини Йоркской неожиданно стал королем. Елизавета приступила к обязанностям королевы. Она сопровождала своего мужа во время дипломатического тура во Франции и Северной Америке перед началом Второй мировой войны. Во время войны ее неукротимый дух оказывал моральную поддержку британской общественности. И даже Адольф Гитлер называл ее самой опасной женщиной в Европе. К чем я все это излагаю? По большому счету, просто для того, чтобы подчеркнуть, кто-то с достоинством и смирением исполняет свои обязанности, то, что человек не выбирал, а кто-то, угадайте кто. Выскакивает замуж за принца, добровольно соглашается на выполнение определенной работы с конкретными функциями и правилами, то есть фактически берет на себя обязательства. А когда понимает, что не справляется, говорит о Ривидерчи и чешет куда подальше от той самой работы и от тех, кто эту работу предоставил. При этом еще не стыдится обвинять в своих неудачах все и всех вокруг. Но только не самое себя. Просто сравнение. Ну да ладно, главное не это. А главное то, что герцогиня Монте-Сито по случаю своего сорокового дня рождения запустила такую себе акцию. 40 друзей Рэйчел, наверняка, со многими она даже и не была знакома до недавнего времени. Возьмут своеобразное шефство длиною 40 минут. Над теми, кто лишился работы в результате пандемии. Над теми, кто не имеет средств к существованию по тем или иным причинам. В общем, над всеми теми людьми, которые нуждаются в конкретной помощи уже сейчас. Над всеми теми людьми, которым в буквальном смысле слова нечего есть и нечего надеть. И да, такие люди с удовольствием послушают 40-минутный треп о жизни кого-то, кто живет в особняке за 10-20-30 миллионов долларов. Как думаете, это пиар или это конкретная адресная помощь нуждающимся? Да и это все ничего. Каждый ведь пиарится как может. А Меган на этом деле действительно собаку съела. Опыт у нее большущий. Но вот что снова вызывает вопросы, поглядите. Фонд Нельсона Манделы Каждый год, 18 июля, призывает людей со всего мира посвятить 67 минут своего времени помощи другим. Почему именно 67? Именно столько лет своей жизни Мандела посвятил борьбе с апартеидом за права коренного населения Южной Африки. Есть конкретный результат от его деятельности? Есть, думаю, многие согласятся. Дальше Обама, а именно его команда совсем не так давно запустили акцию под названием GF60 for 60. Данное мероприятие призывает каждого человека оказать какую-либо полезность окружающим. От минимального пожертвования в 6 долларов или минутной помощи соседу с тяжелыми сумками до часовой волонтерской деятельности, связанной с доставкой продуктов или раздачей еды. Не находите, что тут речь идет также о конкретных действиях с измеримым результатом. Какой конкретно измеримый результат и какая полезность будет от вдохновляющих разговоров знаменитостей мирового и местечкового масштаба. Например, с мамой троих детей, которая лишилась работы и живет на пособие. Представили, посчитали. Сюда очень и очень подходит утверждение. Все вдохновляющие и мотивирующие речи сводятся к тому, что миллионер, живущий где-нибудь на берегу океана, советует работяге из провинции выйти из зоны комфорта. Подытожим, бессовестный плагиат и дешевый пиар. Вот то, чем в очередной раз отличилась Меган Маркл. Передрать идею с временным челленджем. Пожалуйста, должна сказать, это крайне смелое решение. Подобным поступком поставить себя в один ряд с такими политическими деятелями, как Мандела и Обама. Как говорится, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Вообще, любое действие, фото или выступление Меган – это просто целый кладезь для психологов и для людей, имеющих склонность к анализу. Только поглядите на фото, новый лайфхак, стопка книг под ноутбуком, как бы дает отсыл к новому пространству для реализации герцогини и ее супруга. Книгописанию я не могу вспомнить ни одного писателя или писательницу за последние 10-15 лет, кто так ненавязчиво рекламировал бы свои шедевры. Чаек и закусь, поданные в лучших традициях английской сервировки, как бы нашептывают. Ничто приличное, классическое и добротное нам не чуждо. Расслабленная и спокойная, на первый взгляд, домашняя одежда в сочетании с коричневыми туфлями, явно не домашнего фасончика. Говорят нам о том, что герцогиня, хоть и дважды мама, но о работе и своей важности и полезности для общества не забывает. И кульминация, за окном того помещения, в котором Меган творит свою собственную историю очередными вдохновляющими поступками и речами. Мы видим жонглирующего Гарри, бывшего когда-то только принцем, но теперь, ставшего мужчиной, наконец-то. Если что, это его личное утверждение. Так вот, с какой целью он стоит за окном. Почему он жонглирует, непонятно. Какая смысловая нагрузка этого сюжетика, тоже загадка. Но вполне вероятно, что тут можно и нужно прочесть. Имели мы вас всех в виду, родственнички или даже Гарри, твое место вон там, в саду, на коврике. Не важно где, но уже не рядышком, не в первых рядах. Вон там поодаль, ты можешь делать все, что твоей душеньке угодно. Это я, конечно, шучу и придираюсь, хотя как знать. Как знать. Оставьте ребенка в покое. В сети обсуждают новый пародийный анимационный сериал HBO Max, в котором старший сын принца Уильяма и Кейт Мидлтон, принц Джордж, стал объектом насмешек. Королевского эксперта Амида Скоби возмутили злобные шутки в адрес ребенка. Эксперт встал на защиту будущего короля, хотя ранее сохранял репутацию недоброжелателя королевской семьи. Он отметил, что публично издеваться над ребенком и впутывать его в подобное недопустимо. Эксперт добавил, что пользователи сети вряд ли с ним будут солидарны, но ошибся. Публичное издевательство над восьмилетним наследником возмутило британцев. Это недопустимо и просто неприемлемо. Оставьте ребенка в покое. Они перешли уже все границы. Отвратительно. У HBO очень плохой вкус. Это шоу нужно запретить. Взрослые в сериале это весело. Но Джорджа и других детей нужно убрать или заменить вымышленными персонажами. Этот мультсериал оскорбительный, а не смешной. Завтра Меган Маркл отметит в кругу успешных и знаменитых свое 40-летие. Супруг принц Гарри заказал в калифорнийской пекарне, специализирующейся на веганских тортах, огромный торт за 225 долларов США. Показываю вам торт из коллекции этого заведения по Size & Sugar. С кокосом, натуральными безглютенодобавками и растительным маслом. Они обожают украшать свои торты свежесрезанными цветами, но мне это показалось не самым оригинальным. А вот сам праздник устроит знаменитый Калин Коуи Мак и волшебник праздников свадеб и дни рождения с его фирмой Living Well. Калин посоветовала сасекским Опра Уинфри, именно он устраивает для телеведущей и соседки Маркл все вечеринки. Берет немало, зато приглашение этого организатора торжеств считается в США знаком качества. Калин устраивал праздники для семьи Кардашьян, Дженнифер Энистон, почти для всех голливудских звезд и миллионеров. Теперь вот и бедняги из Монте-Сито, постоянно жалующиеся на то, что папа отрезал их от довольствия, заплатили кругленькую сумму за праздник. О самой вечеринке ничего не сообщается, Калин сказал, что будут соблюдены все меры по социальной дистанции и на празднике будет всего 65 человек. Кто они? Папарацци молчат. А я нет, вот лишь некоторые из гостей. Завтра проверите, права ли я. Опра Уинфри и общая подружка Гейл Кинг. Чита Клу не приглашена, но пока Амаль и Джордж отдыхают у себя на вилле на озере Кома в Италии. На фото они на Кома. Могут взять свой же джет и прилететь. Владелец дома и олигарх киноиндустрии, приютивший сасекских в Калифорнии до покупки дома Тайлер Перри. Соседи по поселку Орландо Блум с женой и певицей Кэти Перри и Ариана Гранди. Еще одна пара из Канады, купившая по соседству на днях дом, мы их видели год назад на тайной вечеринке с сасекскими почему-то в стейкхаусе, Маркл говорит, что она веган. Это певица Кэтрин Макфи, ее супруг и отец их маленькой дочери Дэвид Фостер. Макфи и Фостер будут приглашены, я так считаю. Прилетит Джеймс Корден, общий друг, актер и ведущий шоу на CBS очень позднее шоу. Это близкий круг. Ну и Дория будет ходить и улыбаться. Кто еще? Загадка. Поговаривают, что Мэган хотела пригласить Анжелину Джоли. Завтра увидим. Кстати, у многих народов считается неверным пышно отмечать 40-летие. Или я что-то путаю. Хотя у американцев считается важным отметить именно 40-летие. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь.